Друзья, разгрузились в Копейске, в Челябинске и переезжаем в город Магнитогорск. Будем грузиться в Магнитогорске и поедем в Москву через набережные Челны. Там у нас ТО, проведем ТО автомобиля, поменяем масла. Вот ребята на загрузочке шлем выдали такой, каску. Магнитогорск ночью, государственный банк их, здание старое, главное дороги пустые. Все спят. Очень много заводов здесь. Очень много. Практически все были перевезены в 41-43 году сюда. С Москвы, из Санкт-Петербурга, с Киева. Интересная, конечно, история у этого города. Река Урал бежит в Магнитогорске. Что-то Чапаева вспомнила, он же тоже на Урале, на реке, где его застрелили. Уральские горы. Дорога к Магнитогорскому углу. Часть этой трассы является исторический Белорецкий тракт, связывающий город Стерлитамак, стоящий ранее на сухопудной части реки Белой, с металлургическими заводами Магнитогорска. Также на трассе три перевала и максимальная высота над уровнем моря 830 метров. Река Малый Индзер. Конечно, пейзажи захватывают. Крутые повороты еще спереди у нас, впереди примерно через 100 километров будет так называемый тещин язык. На протяжении этой трассы очень много пещер, которые сейчас оборудованы, и можно их посещать, делать экскурсии. Также здесь есть скала Огурец и скала Чертов Палец. Ну, Чертов Палец, наверное, есть везде, в Горном Алтае тоже есть, Чертов Палец называется. На озеро Пая находится. Здесь, в этом районе, на этой трассе, точно не знаю где, находится озеро Ипинкысыкан, из которого по преданию вышли первые лошади башкирской породы. Оно так и переводится, с башкирского, как озеро, из которого вышли лошади. Рядом с поселком Мурат-Дугай находится Каповая пещера. Она стала известна в 19 веке. Обнаружили рисунки, сделанные пещерным человеком. Поехали в Южноуральский заповедник. Ну, мы по нему и едем, наверное. Просто я сейчас прочитал вывеску. Слева бежит Вика. Справа скалы, горы. А это поселок Пинзер. Село Пинзер было основано в 1859 году. Здесь была лесопромышленность, также горное отдело и металлургия. Чугуноплавательные заводы были. Лесистая местность обеспечивала заводы сырьем. Пинзерская земля – это историческая родина башкир, китайцев, племена, опытных скотоводов и охотников и рыбалдовов. Также в 1927 году сюда пришел первый паровоз. Раньше, чем в других населенных буртах. Здесь электростанция паровая первая появилась. В 1972 году от станции Карл-Ламан до станции Белорецк началось строительство железной дороги. На этой трассе проверяли способы строительства, которые потом применяли. Идем на БАМе. Такой видок. Наш красавец стоит. Кафе Инзер. Название села. Здесь вот пятерочка есть. Стоянка неплохая. Можно передохнуть. И сейчас трынемся дальше. К тещичному языку. Там спросил, есть смотровая площадка. Остановимся. Поснимаем. Поставил под колесо откат. На всякий случай. И под горку стоим. Хорошая горка. Все, поехали дальше. За этим поворотом начнется тещин язык. Так называемый. Раньше он был очень крутой. Я сейчас на стоянке, где кушал, разговаривал с мужиками. Подошел к местным, они мне рассказали. А сейчас, говорит, там расчистили от обрыва. Дорогу оттенюли. Говорит, нормально все. Если ты первый раз едешь, не торопись. Да я и так потихоньку. Так называемый плющенный язык это опасный участок на трассе. В этом месте дорога забирается на кребет зельмердак и совершает разворот практически на перевале. Это самый высокий участок дороги. 850 метров на дуреном море. Вот с кем разговаривал сейчас возле КП местный житель говорит, вообще очень красиво здесь, конечно, зимой. Деревья покрываются инием и вот когда, говорит, восход идет именно с востока когда солнце поднимается все переливается серебром очень красиво и даже мы, говорит, здесь живем всю жизнь и едем и наслаждаемся, говорит, этим видом очень красиво. На трамвай-площадке-то ездим мы туда не встанем. на трамвай-площадке-площадке-то Продолжение следует... 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 остановился сходил в душ вымылся побрился до набережных чулнов осталось 170 километров завтра с утра над его 8 часов поменяем маслица в машине помоем если получится надо бы помыть уже месяц ни разу не мылись грязные есть кое-что еще тут сделает тоже машине и в москву полетим на скву разгружаться и ждать нового рейса да кстати извините меня пожалуйста за съемку такую на перевалах правда не обратил внимание что не обратил внимание что камера захватывает крепление ну так получилось теперь уже не переснимешь я думаю нормально все будет люблю себя чистого а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал!